Здравый ум – это не ум, управляемый страхом. Здравый ум – это ум, управляемый любовью, управляемый Словом Божьим. Давайте вернемся к книге Иисуса Навина. В первой главе книги Иисуса Навина мы видим Иисуса Навина накануне того, как ему предстояло перейти через Иордан и вступить в сражение. Восьмой стих. «Да не отходится я книга закона, или Слово Божье, от уст твоих, не говори ничего, кроме Слова Божьего». Итак, задумайтесь над этим. Для того, чтобы говорить Слово Божье, вам нужно думать Словом Божьим. Для того, чтобы формулировать его, чтобы говорить его, вы должны выбирать мысль и думать ее, прокручивая ее и затем говорить ее. Именно так обновляется ум. В любом случае. «Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». «Оступать благоразумно». И вот это слово «поучайся» в еврейском языке дословно означает «бармотать». Так, да не отходит себе книга закона от уст твоих. Нет, 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 нет. В последний раз, когда он там был, речь о Иисусе Навине, в той земле было полно исполинов. Там были высокие стены. Это последнее, что Иисус Навин о ней знал. Никто не вошел, никто не вышел. Это последнее, что он о ней знал. Но мы видим, что после того, как он послал туда Саглидатаев, оказалось, что все изменилось. Все уже было далеко не так. Жившие там люди были в ужасе от мысли о том, что они придут туда, что израильский народ будет там. В свое мышление они уже сдались еще до того, как Иисус Навин пришел туда. Но в его мышлении была картина сорокалетней давности. Если бы Иисус Навин держался за нее, он бы нанес себе поражение еще до того, как перешел через Иордан. Он мог думать только о тех исполинах. Это было последнее, что он там видел. Но Бог сказал, нет, 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 нет. Думай о том, о чем я говорю тебе думать. Поэтому этот человек, будучи послушен, вот что я хочу, чтобы вы поняли. Благодаря Слову Божьему и благодаря Божьему наставлению, данному ему, когда он послушался Бога, это позволило ему иметь силу выбора. У него была эта сила. Вы можете изменить то, о чем вы думаете, потому что вы можете сказать, «Я больше не буду об этом думать». Но если вы не рождены свыше, вы не можете этого сделать. В вашем духе нет этой могущественной силы, чтобы не спровергать замыслы и пленять всякое помышление в послушании Христу. Но мы, верующие, и внутри нашего духа есть эта могущественная сила, которая омывает наш ум Словом Божьим, которая управляет мозгом. Откуда вы получили эту могущественную силу? Из Слова Божьего. Отсюда, из Слова Божьего. Да. И веря Ему. И веря Ему. Поступая над Ним. Ставя Его на первое место и делая окончательным авторитетом в своей жизни. Вы будете думать так, говорить так, поступать так, делать так. Итак, Иисус Навин послушался Бога и Он выбрал думать о том, что сказал Бог. Аминь.